доброе утро дорогие друзья я надеюсь ветер не будет мне мешать записать этот ролик как видите я нахожусь на озеро хотела снять по-другому ну здесь скамейки мокрые нашла одно место малюсенькое день и мокрое вот буду пить кофе с вами который уже остыл пока я нашла как сказать место нормальное где присесть ну о чем собственно говорить ну давайте поговорим об кемпинге значит кемпинге на озере плюс и минусе и так далее мы очень долго здесь так сказать бываем смысле почти каждое лето мы на боонском озере как вы могли заметить поэтому вам надо есть боонское озеро боонское озеро боонское озеро я уже говорил мы здесь с детства не только мы и наши родители то есть моя мать здесь с детства собственно озеро сделали в 78 году когда моя мать родилась извините меня но я просто только что проснулась ну люблю типа это озеро как люблю свой город и свою деревню есть красивые воспоминания плюс кемпинга кемпинга есть конечно но если большие минус вот сейчас заметили что я одета вот так и в этом мне прохладно довольно сегодня какое число ну август месяц сегодня я думаю восьмой не знаю или седьмой неважно очень холодно буквально буквально как осень а мы приехали на такси приехали на такси потому что отец отсутствовал по работе и собственно не смогли в такси запихнуть все вещи которые бы мы запихнули в нашу машину и конечно вот эта проблема потому что как ты идешь или едешь или кемпинге тебе нужно все чтобы заменила всякие удобства значит чтобы не спал там на земле чтобы не замерз потому что бывает вот так холодно и так далее если честно уже хочется комфортно не знаю не знаю я считаю что это это неплохо когда ты просто хочешь комфорта значит комнату с кроваткой туалет тоже там душ чтобы заснуть кроватики с одеялком удобно не знаю воды чтобы было ну это основное извините меня это не никого не люксуса основное но мы как-то буквально не умеем по-другому не слишком привыкли вот делать одно и то же вот каждый год каждый год и типа сэкономишь какие-то деньги да да он уже и сейчас на друзья надоело вот я искренне говорю конечно есть что то что то интересное в кемпинге фиби 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 со мной и джон фиби конечно есть что то интересное в этом потому что ты сразу среду конечно есть интересно то что ты сразу до озера пробудился утром среди дома просто фиби хочет гулять везде вроде никого нет ну не надо чтобы она лезла везде что я говорю какие плюс набираешь какой-то опыт понимаешь сделать какие-то вещи без удобства спать везде готовить там на газовой этой маленькой плите я не знаю как называется ну все таки не знаю пишите в комментарии вам нравится кемпинг или вы любите комфорт ну я думаю после столько лет вот кемпинга человеку захочется значит чё-то нормального чё-то чё-то почему я говорю чё-то что-то не важно не знаю как объяснить здесь бывает температура на этом узоре когда сороковая значит температура здесь очень сильное солнце потому что во первых вода во вторых гора ну как вы видите озеро само по себе красивое я потом поверну камеру немножко я была на море можно считать два раза потому что третий раз когда я была то есть это первый раз на самом деле когда мне было шесть лет Болгария и потом два раза Черногория и вот еще и я помню что что же в Черногории не было комфорта потому что мы оплачивали там 5 евро во первых оно находилось где-то так сказать немножко в горе вот так надо было подниматься во вторых тогда последний раз когда были значит хозяйка не приготовила для гостей то есть мне сказали сколько там люди сколько людей там нас было семь значит надо было семь кровать а там было шесть кровать шесть кровать да комнаты конечно ужасные без коврика только три кровати и чё-то из дерева сделано не знаю даже не дерево что-то что-то другой шкафчик какой-то и всё одна кухня если это можно назвать кухней в стебуле и была еще какая-то пара там пожилых мужчина и женщина и один туалет собственно и один душ учитывая что госпожа то есть хозяйка не приготовила нам так сказать душ они у них стоит вот что-то большое там на террасе вот тут вода и она проходит внизу то есть она греется на солнце я помню мы пришли купались в море естественно ты хочешь пойти в душ а там вода ледяная потому что она в этот день нанылаю когда мы пришли так что там на море было без комфорт я не знаю вот как сказать делю с вами мои миссии последнее время думаю вот как будто некоторые люди родились для что-то другие не не родились как будто я не родилась для не знаю что-то что-то лучшего вот этого не знаю ну не знаю может быть это глупость и что я думаю просто последнее время у меня такие дурацкие мысли я не хочу чтобы этот ролик был слишком долго ветер остановит пока дует вот вроде успокоилась немножко как будто некоторым дано вот некоторые я не не спорю некоторые заработали они которые просто дано ну вот я могу могу говорить о своей семье но пока мы были маленькие дети то есть пока мы были не не рабочей способны я могу сказать что даже если у отца были деньги а все равно эконом все равно эконом значит никогда не было такого давайте вот этот раз тем нормальное жилье с нормальными условиями и будем как все люди как нормально значит научить детей что есть и другое кроме кемпинга не знаю изменить карму как-то я не знаю не могу объяснить потому что вот не знает стоит ли говорить вы смотрите около себя вы видите как живут и те которые заслужили те которые не заслужили ну не важно по ходу не знаю не знаю или просто мы тупые я бы сказала что мы просто тупые значит даже имея средств не умеем не умеем не не будьте как ми и вот я вам говорю искренне делюсь вот ми и вот сейчас с полы с моей матери в одной палатке то что поместилось такси поместилось я не знаю как называется вот на что на что вы лежите ну как матрас только вот тонко такое военные короче на меня и на нее хватило одна такая и еще одна тонкая она говорит а да есть у нас дверь и говорю нету есть одна тонкая которая на которой не можно спать значит и потом я осталась без одного укрывала это не одеяло это что-то другое тоже военное значит у нас это для кемпинга есть что-то военное значит то что на нем лежать и то что укрывается осталось по одно для меня и для нее потому что кто-то там помог и надо было их укрыть значит вот и вот я думаю бог свое лишнее вот чем я богатый заслужил конечно да по ходу мне надо учиться быть благодарны за то что у меня есть пока что я не знаю как вам объяснить дорогие друзья я просто делюсь своими мечами с раного утра и все ничего другое конечно пишите в комментарии ну не надо меня учить жизни это пишите свое мнение я конечно буду читать что вам больше нравится озеро или море кемпинг или комфорт или все-таки кемпинг с немножко комфорта то есть что принести все что надо для этого до разговаривала все уже 15 минут и что еще хотел сказать куда все понятно давайте покажу грузовом варну камеру неудобно мне вот это я с раннего утра сопливая спасибо если досмотрели до конца пишите комментарии и лайки конечно досмотрели до конца пишите комментарии и наличных Продолжение следует...